Первая встреча и сразу высокая оценка проектов и инициатив. Председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Сергей Бабаченко накануне Дня строителя знакомится с архитекторами компании «Руспроект». 15 лет команда занимается проектированием зданий и сооружений различной сложности и назначения. Последние семь лет офис находится в Пушкино. Компания инновационная, с так называемым виртуальным офисом. Создан портал, на котором зарегистрированы талантливые архитекторы и дизайнеры со всей страны. И там около тысячи специалистов со всех рубежей нашей страны, и ближних, и дальних. Там из Владивостока есть люди. И мы уже по сложной системе организации работы, издельная, контрактная, выбираем исполнителей, формируем команды. У нас там рабочие группы. В общем, мы уже лет пять создаём эту систему. Система работает успешно. В том числе реализуются проекты национального значения, например, по заказу Министерства обороны, здания правительства Московской области и другие. Сейчас активно занимаются проектированием промышленных комплексов, в частности, мусоросортировочных. В период удалёнки стали востребованы проекты складских помещений. Собственно, для городского округа Пушкинский проекты в стадии замыслов. Недавно разработали концепцию лодочной станции на Серебрянке. Хотели бы поучаствовать в проектировании. Потому что мы проработали концепцию, поняли, что там вопросов настолько много. К ним даже не приступали ещё к решению. И нам очень хочется поучаствовать в этом всём, потому что мы знаем, как нам кажется, что там должно быть. Мы много общались, мы с детства лазили там, когда она была разбита. Развивать городские пространства – задумка которой несколько лет. По инициативе Турчанова создан фонд «Урбан Пушкина», который предлагает концепции обустройства привокзального сквера и летнего театра в парке. Последний предлагают восстановить как некапитальное сооружение. Архитекторы мечтают, чтобы дизайн «Код города» был разработан в стародачной стилистике, которая отражала бы его богатую историю и уникальность для Подмосковья.